Частые жалобы рязанцев на проблемы в сфере ЖКХ приводят не только к вирусным роликам в соцсетях и их обсуждению, но и к реальному решению вопросов. Перерасчет отопления, падение сосульок с крыш домов – все эти ситуации как раз касаются защиты прав потребителей. Сейчас с таянием снега жильцы последних этажей уже сталкиваются с залитием квартир. Как правило, споры о залитии мы предъявляем управляющей компании, после уже проводятся экспертизы и устанавливается причина, кто все же виноват в залитии. Также не так давно у меня закончилось судебное дело по защите прав потребителей. С крыши слетел лист железа и повредил автомобили. Здесь также действует закон о защите прав потребителей. Подобные споры отличаются от других гражданских дел. В исках о защите прав потребителей действуют льготные условия. Если цена иска меньше 1 миллиона рублей, потребитель освобождается от уплаты госпошлины. Кроме того, подать заявление можно не только по адресу ответчика, но и по своему адресу. Также можно рассчитывать на 50-процентный штраф, который взыскивается с продавца услуг в пользу клиентов. Разобраться в проблемах, связанных с ЖКХ, юристам проще, начав разговор с управляющей организацией «Обслуживающий дом». Изначально, конечно, мы обращаемся с претензией, с заявлением к управляющей компании. А в дальнейшем уже начинаем разбираться, поскольку здесь бывает, что и капремонт уже привлечен, или еще какие-либо организации, также подрядчики, которых привлекает управляющая компания. Но первично, конечно, саму претензию и все заявления, все переговоры мы введем с управляющей компанией. Также я нашим гражданам посоветую также все переговоры с управляющей компанией вести в письменном виде, для того, чтобы потом в суде подтвердить, что вы действительно обращались, и были даны ответы, либо вас там игнорировали. На практике множество споров, связанных с ЖКХ, часто решаются в досудебном порядке. Однако порой горожане сталкиваются с такими проблемами, в которых трудно разобраться из-за того, что людям непонятно, кто должен выступать ответчиком. Каждый год ЖКХ поднимает цену. Вот я, допустим, пенсионер. У меня 16. 8 отдать за квартиру. Чего остается? Никогда такого не было. Короче, дерево. У нас было ветки. Не просто так спилить. Это можно спилить так, что и сесть за это. Ну, мне сказали, что возьми сам пилу, допили ночью. Это вы в управляющую компанию по поводу дерева обращались? Да. Как в итоге поступили? Никак. Она до сих пор. Сейчас вот снег сойдет, стемнеет. И спилим. Только коснешься и бумажек не соберешь одних. Спасибо. Выяснить, кто должен урегулировать ту или иную проблему, поможет юрист. Что касается обычных покупок в магазинах, напоследок хотелось бы напомнить потребителям о возможных сроках возврата товаров. Все товары, которые не являются сложно техническими и не входят в перечень, которые обмену и возврату не подлежат, действуют правила 14 дней, если это была покупка оффлайн в магазине. Если это была интернет-покупка онлайн, то здесь действует статья 26 о защите прав потребителей. Соответственно, здесь вы можете вернуть товар в течение 7 дней. С сложными техническими средствами, такие как телефоны, ноутбуки и другая какая-либо техника. Здесь обстоят дела немножечко по-другому. Здесь мы можем вернуть товар, имеем право, если есть брак, либо какое-то несоответствие товара. Кроме того, юристы советуют сохранять чек и товарную упаковку, однако не беда, если чек утерян. Оплатившие товар картой могут предъявить выписку из банка, показать ее на телефоне. А те, кто платил наличными, может вспомнить дату и примерное время покупки товара, а также позиции в чеке. Так будет проще найти покупку. Кроме того, при возврате или обмене товара лучше при себе иметь заранее написанную краткую претензию или заявление о причинах возврата или обмена. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Продолжение следует...